Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока, за Хавьера Муниса. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, после последнего ролика по карьере, мы закончили сезон в Мадридском Реале, которые вылетели в полуфинале Лиги Чемпионов, стали чемпионами Испании, побили рекорд по голам в чемпионате Испании, который сделал там Леонель Месси, 50 забитых мячей, мы делали 51. Вот, даже не зная этого рекорда, знал, что он там много забивал, но не знал ровное количество. И так вот получилось, что на один мяч мы его опередили. Так вот, в телеграм-канале, ссылочка, кстати, на который тоже есть в описании под этим роликом, я сделал голосование, что нам делать в новом сезоне. Оставаться в Мадридском Реале и постараться все-таки выиграть в последнем сезоне. Ну, скорее всего, он будет там последним, потому что уже скоро FIFA 23 выйдет. Вот, постараться выиграть Лигу Чемпионов в составе Мадридского Реала, либо же перейти в PSG, постараться как минимум перейти. Все-таки PSG, они и выиграли Лигу Чемпионов, и они нас выбили в полуфиналь. Поэтому большинство, большинство, там 67% голосов решили, что надо переходить в PSG. Я выставлю себя на трансфер, запрошу на трансфер, а там придет предложение, не придет, будем смотреть. То есть тут от меня уже мало что будет зависеть, будем ждать предложений. Итак, у нас предсезонный турнир, играем против Мельбурн-Сити, поэтому товарищеские вот эти вот предсезонные турниры мы играть не будем, просто рассчитываем. Посмотрим по результату, что у нас в итоге. 0-0, 0-0, меня заменили на 62-й минуте, вышел вместо меня Фермина. Ну и вот рейтинг матча я не выполнил, получил оценку 6-0, а надо было не ниже 7-5. Итак, второй тур предсезонного турнира, все, кстати, и Лейпциг с Бенефикой сыграли в ничью, и вот сейчас мы играем против португальской команды, также симулируем. Первый наш запрос на трансфер Карл Анчелотти отклонил, поэтому будем ждать второй наш заход. Итак, ничья 2-2, Еремчук вывел Бенефику вперед, Венисиус сравнял счет, меня, кстати, не заменили, я весь матч отыграл. Потом Венисиус вывел Реал вперед, и Эвертон уже счет сравнял. Снова у нас ничья. Ну и снова не выполнили рейтинг матча, получили 6-0 оценку. Мне кажется, я всегда буду получать, если буду симулировать. Вот, и надо было не ниже 7-5. Итак, третий тур, играем против Лейпциг, они сейчас на первом месте, мы на третьем. Надо нам их обыгрывать, чтобы выходить в плей-офф. Ну а мы наоборот проигрываем. Я вывел вперед Мадридский Реал, Родриго, я так понимаю, не забил пенальти. Пуада в первом тайме сравнял, Рената Санчеш вывел сразу же во втором тайме Лейпциг вперед, и все. Меня не меняли, я снова отыграл весь матч. Но проиграли, и скорее всего, мимо раунда плей-офф. Ну и рейтинг матча мы получили 7-0, наверное, из-за забитого мяча. Но вот, надо было не ниже 7-5. Итак, 19 июля у нас, и в итоге там, не знаю, с попытки четвертой Карл Анчелотти все-таки выставил нас на трансфер. Теперь будем ждать предложения от Париса Анжермена. Так, ну и по новостям. Кстати, Диого Долота подписал Реал из Севилья, он перешел за 45 миллионов, говоря, трансфера не будет. В итоге это уже нас выставили на трансфер. И МЮ делает предложение, но вот в МЮ бы я бы не переходил. Все-таки у меня задача в ПСЖ. Ну и вот, Хосе Гая перешел в Реал из Челси за 96 миллионов. Округляем там 100 тысяч, буквально 96 миллионов. И Гая возвращается в Испанию. Так, ну и нам пришло предложение в итоге от Манчестер Юнайтеда 30 июля. 340 тысяч в неделю мне готов платить английский клуб. А сколько я сейчас получаю? То есть еще и на понижение в зарплате. Это раз. Два. Не тот клуб, в который я бы хотел бы переходить в данной карьере. Понятно бы, если бы я играл там свою карьеру лично для себя, я, может быть, бы и перешел. Потому что это снова новый вызов. Я ни разу не играл в АПЛ. Поэтому я бы перешел. Но у нас все-таки либо Реал, либо ПСЖ. Пока что предложение от ПСЖ не поступало. Так, ну вот пишет, что Мунис решает остаться в Реал Мадриде. И теперь уже Лацио делает мне предложение. Ну а Заньола подписан Мадридским Реалом за сколько? 146 миллионов евро. И он будет получать 220 тысяч евро в неделю. На 4 сезона его подписали. Вот. Также был вариант либо Фодена, либо Заньола. В итоге подписали Заньола. Ну через какое-то время я снова решил зайти на свой профиль. И смотрю, уже Реал Соседат даже делает нам предложение. Ну что же, пока что никаких предложений, кроме Манчезе Рюнатеда, мы не получили. Будем продолжать играть за Реал в любом случае. Пока у нас есть контракт. Поэтому вот ждем в любом случае предложение от ПСЖ. Но выступать за Мадридский Реал прекращать не стоит. Потому что вдруг действительно предложение мы не получим. Продолжать надо где-то нам будет. Итак, Реал против Лиганеса. Первый тур чемпионата Испании. Составы в наших экранах. Вроде здесь сильно никто не изменился. Вот только Гая в старте появился. И то играет справа. Ласкес играет центрального защитника. Вот как-то так. Итак, hasta el final. Y vamos Real. Так вот нас напутствуют болельщики. Итак, задание на матч. Оценка ниже 9.0. Забить гол за пределы в штрафной. Не проиграть в матче. Давайте вот, мне кажется, не проиграем. Ну и будем пытаться забить и за пределы в штрафной. Супер. Хавьер. И в дальний угол пробивает Муни. Забивает 21 минута. И вот сейчас мне бы очень хотелось посмотреть, пробил ли я и за пределы в штрафной. Там вроде как бы пограничная такая ситуация была, но вот вымерял. Я прям вот здесь потихонечку. В итоге, мне кажется, да, там до линии было. Да. Гол был. Родриго здесь еще так подпрыгнул. Помог нам. В итоге я просто могу нажать на паузу и посмотреть. Нет. Нам не засчитали. Окей. Будем пробовать еще. И вот так. Ну вот здесь, если сейчас игра нам не засчитает, но это будет просто, я не знаю, очень обидно, но забили второй уже раз. И за штрафной просто посмотрим. Отлично. Теперь вот засчитали. Ну тут действительно очень хороший удар получился. Я вроде даже с подкрутки бил. Выбежал сразу из штрафной, из-за предела штрафной и даже вроде не просил. Меня сразу увидели, что я готов принять передачу. И вот так вот забивает Мунис дубль в первой же игре этого сезона в составе Мадридского Реала. Кубо. Ну надо забивать. И хэтрик. Мунис. Были здесь разногласия, что может быть офсайд был, но в итоге нет. В итоге нет. И Мунис в первой же игре сезона в официальном матче забивает хэтрик. Лучший игрок прошлого сезона чемпионата Испании. Лучший игрок Лиги чемпионов. Даже не выиграв ее, он стал лучшим игроком. И вот здесь в первой же игре еще и на Сантьяго Бернабео забивает хэтрик. Кубо только что вышел и сразу же отдал голевую передачу. Разгромная победа Мадридского Реала над Лиганесом. Замечательный старт. В этом сезоне и у Реала, и у Муниса. Три забитых мяча на его счету. Ну и мы выполнили все три задания. И рейтинг матча, и гол дальним ударом. И избежали поражения. Друзья, после хэтрика, я так понимаю, в ворота Лиганеса нами заинтересовался ПСЖ. И сейчас делает предложение. Но это ничего на самом деле не значит. Но все-таки МЮ нам делали предложение. И они нам его прислали. Наверное договорились с Реалом. А вот Реал Соседат, Лацо и вроде все. У них скорее всего не получилось договориться. Вот надеемся, что у ПСЖ получится. У нас сейчас выездная игра против Хитафи. Хитафи, они идут на 20-м месте. На самом последнем, не знаю, там, наверное, крупно кому-то проиграли. Барселона, Эспаньол, я уже смотрю, нас обогнали. Они в своих матчах победили. Поэтому надо и нам сейчас тоже выигрывать. Желательно тоже с разгромным счетом и обходить две вот барселоновские команды. Хитафи против Реала. Поехали. Итак, задание на матч против Хитафи. Оценка не ниже 8.5. Сделать 10 передач на плане поля соперника и командное владение. Давайте оценку 10.0 попробуем. И вот так вот под подмышку пропускает галкипер Хитафи. 1-0. Девятая минута уже матча. Передача в центр Хименес. Удар. И Оленья сравнивает счет. Вот так вот воспитанник Барселоны забивает ворота мадридского Реала и сравнивает счет. Время на самом деле есть. Скажу честно, почему только один гол я забил. Выполнял задания эти с передачами. Просто пытался как-то на партнеров играть. Но вот теперь, похоже, снова придется брать все в свои ноги и бежать забивать очередные мячи за Реал. Мурес. Пас на Вальверде. И Родриго. Выводит Реал вперед на уже добавленной 91-й минуте. Родриго сбивает победный гол. Отлично. Вот сейчас Мунис на Вальверде. Тот прострел на дальнюю. И здесь уже Родриго забивает свой первый гол в этом сезоне. Все. Финальный сесток. Минимальная выездная победа Реала. Гол Родриго принес победу сливочным. Ну а лучшим игроком стал Мунис. 9-2. У меня оценка. Это получается по матчу я не выполнил. Надо было 10-0. Ну вот дополнительная была эта задача. 10-0. Основную я выполнил. Но вот командное владение мячом тоже. 4% нам не хватило. Итак. У нас стало известно. Жеребьевка Лиги Чемпионов. Давайте пробежимся по ней. Барселона, Боруссия, Дортмунд, Рен, Динамо, Киев. Манчестер Юнайтед, Атлетика, Мадрид, Славия, Прага, ЦСКА. ПСЖ, Ювентус, Вильяреал, Локомотив. Бавария, Интер, Брюги, Ференсфараж. Манчестер Сити, Наполи, Монако, Брага. Реал Мадрид, Лейпциг, Генг, Галтасаре. Ну с жеребьевкой более-менее повезло. Два проходных соперника. Вот с Лейпцигом будет потяжелее. Тем более мы играли на президентном турнире. И они нас обыграли. Челси, Милан, Спартак, АЕК. И Тоттенхэм, Байер, Латсо, Копенгаген. Да, и пишут об этом в новостях, что Мадридскому Реалу введет с жеребьевкой группового этапа. Зайдя снова на свой профиль, теперь у нас просто выставлен на трансфер. То есть скорее всего Перес отклонил предложение ПСЖ для нас. Ну вот будем ждать. Осталось 10 часов трансферного окна. Надеемся, что придет предложение от ПСЖ. Ну что же, друзья, остался последний час трансферного окна. Предложения от ПСЖ мы не получили, но мы знаем, что они были нами заинтересованы. Ну вот, остаемся, значит, как минимум на полгода в Мадридском Реале. Ну что же, закончилось трансферное окно. Остаемся в Мадридском Реале. И по итогам августа мы попали в кандидатов на звание игрока месяца. Жоа Феликс, Хавьер Мунис, Ансу Фати и Дони Ван Дебек. Попали в этот список. Два игрока из Атлетика, один из Реала и один из Барселоны. Поэтому посмотрим, что в принципе выберут эксперты. Ну а по нашей статистике, две игры, четыре забитых мяча. Ни одной голевой я не отдал. Так, здесь трансферное окно закрыто, отправляются в сборные. Ну а для нас, я не знаю, остается только чемпионат мира получается. Я не знаю, сейчас там будут всякие квалификации, потому что матчей у меня нету. Как вы видите, матчи сборных у меня в принципе не отображены. Вот как-то так. Поэтому если нету здесь Кубка Америки, будем участвовать только на чемпионате мира. Он был в 22-м году, но теперь здесь не скоро. Потому что сейчас должен был быть чемпионат Европы и Кубок Америки по логике. Но вот, их не было. Ну, чемпионат Европы может и был, но Кубка Америки нет. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас мы играем против Барселоны. Они идут на четвертом месте. У них, так же как у нас, две победы на старте. Но вот Атлетика Мадрид и Атлетик Бильбао уже сыграли в своем третьем матче. И у них так же стопроцентные победы. Вот, стопроцентная реализация своих матчей. Поэтому Эль Классика сразу же уже в третьем туре. Состав Барселоны. Деврай, Гомес, Павар, Баррелла, Верати, Ларсон. Кстати, я не знаю, ну и Спартака, который был сын того самого Ларсона. Ну и все. По трансферам. Меня больше всего смущает, что у нас какой-то Колвилл играет слева. Соу и Васкис в центре. Вот. Так что вот к обороне у меня небольшие вопросы есть. Реал против Барселоны. Начинаем. Ну что же, Сантьяго Бернабео и Эль Классика. Реал против Барселоны. В прошлом сезоне мы поучаствовали в одном Эль Классика, потому что перешли только зимой в Мадридский Реал. Итак, задание оценки ниже 8.5. Три удара по воротам и забить. Ух, я не знаю, давайте оценку лучше тогда выберу. Вот. И мы забили два мяча. Лично Хавер Муни забил. И мы выиграли со счетом 2-1. Посмотрим, как будет в этот раз. И удары Ансу Фати забивает. Кандидат на игрока месяца в августе Ансу Фати, единственный игрок из Барселоны, который был номинирован на эту награду, вот так вот забивает в Эль Классика еще и на выезде. Это его уже четвертый гол в третьем матче Ла Лиги. Финальный свисток и Барселона одерживает победу в Эль Классика. Взяли реванш за прошлый год. 2-1 на Сантьяго Бернабео Барселона проиграла. Но вот здесь вот в этом году в третьем туре Муниза вообще было не видно на поле. Ну и вот закономерный результат поражения в Эль Классика. Ни одно из трех заданий не выполнено. Ни одного удара в створ не намесли. И оценка 6.9. Ну что же, после третьего тура Мадридский Реал находится на четвертом месте. 6 очков у королевского клуба. И только три команды выиграли все три матча на старте. Это Атлетика Мадрид, Барселона и Атлетик Бильбао. Сейчас мы играем на выезде против Рая Валикана. Они идут на 12-й строчке. Составы на ваших кранах. Начинаем. Ну что же, после поражения в Эль Классика сейчас нужно возвращаться в тонус. Обыгрывать всех на своем пути. И обгонять Барселону. Задание. Ниже 8.5. Голевую передачу. И 10 передач на половине поля соперника. Давайте 10.0 оценку возьмем. Ну и будем пробовать отдать голевую передачу. Тот проходит. Оборону Рая Валикана и отдает голевую передачу. Как и говорил Карл Анчелотти, надо отдать ему голевой пас. Он это и сделал. 1.0. Реал выходит вперед. Мунис на Родриго. Родриго уже здесь на Венесиуса. И забивает еще и Родриго. 2.0. Реал увеличивает свое преимущество на выезде. Передача на Венесиуса. Мунис врывается в штрафную. Но забьет ли он сегодня или нет? Да. Наконец-то Мунис хотя бы один. Там мяч забивает. Просто ужасный. Последние два матча у Хавьера Муниса. Что против Барса, что против Раева Валикана. Столько моментов было упущено у Хавьера. Здесь все-таки получается уже на последних минутах добить слабую команду. Ну и лучшим игроком признан Мунис. Гол плюс пас у него. У Венесиуса две голевые. Но у меня оценка 9.7. Ну что же, по заданиям. Рейтинг матча мы выполнили. Отдали голевую передачу. И всего лишь две передачи за весь матч. Мы отдали на половине поля соперника. Итак, игроком месяца в итоге стал Дони Ван Дебек. Поэтому мы его вот с этой наградой поздравляем. Зашел я также на свой профиль снова Астан Вилла. Уже даже делает мне предложение. Не знаю, откуда у таких команд деньги на меня. Но все же. Итак, у нас дебют в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Первая игра. В прошлом сезоне дошли до полуфинала. Постараемся в этом, ну как минимум до зимы. Играем мы в Ряле. В зиме трансферное окно. Будем смотреть, если придет это предложение от ПСЖ. Естественно, мы туда перейдем. Но пока что играем групповую стадию с Мадридским Реалом. Группа более-менее хорошая нам попалась. Главное обыграть Лейпциг в двух матчах. А вот с Генком и с Глотасараем, мне кажется, проблем вообще не будет. Первая игра сразу же против лидера. Вот. Составы на ваших кранах. Поехали. Лига Чемпионов возвращается на Сантьяго Бернабео. Реал против РБ Лейпциг. Лейпциг. Итак, задание на игру. Оценка ниже 8-5. Забить голы за пределы штрафной. Сделать 10 передач на половине поля соперников. Ну, берем оценку 10-0. И вот так вот Лейпциг выходит вперед. На 19-й минуте матча забивает Сильва. Так, отлично отбор. Муниес. Передача на кросса. Тот на Вальверде. И 1-1. Отлично. Еще в первом тайме у Реала получается сравнивать счет против Лейпцига. Венисиус через Муниеса. Ну, а здесь можно постараться убегать. Время досталось совсем ничего до конца первого тайма. Муниес. Нет. И забивает в итоге Вальверде. Забивает дубль. Ну, я не знаю, там на него засчитают или на автогол. Как-то странно там. Нет. Вальверде в итоге. Дубль. Федерико Вальверде. В первом же матче Лиги Чемпионов. И все. Финальный сесток. Минимальная домашняя победа. Валевая. Мадридского Реала над Лейпцигом. Над главным, как мне кажется, соперником в групповом этапе для королевского клуба в этом сезоне. Ну, и лучшим, естественно, стал Вальверде. Он забил дубль. Муниес никак не поучаствовал в голевых действиях команды. Ни гола, ни голевой передачи. Ну, и ни одно задание из трех мы не выполнили. Оценку даже немножечко вот не хватило. И недальний удар у нас не залетел. Ну, вот. Семь всего лишь передач на половине поля соперника. Ну, что же. Сейчас у нас домашняя игра против Сивили. Они идут неплохо на седьмом месте. Но надо посмотреть их количество очков. Почему-то, мне кажется, что может быть оно одинаковое с нами. Нет. У них семь очков. У нас девять. Но в любом случае, если Сивили побеждает, они нас обходят. То есть мотивация у этого клуба есть. Но и у нас есть. Если мы выигрываем, Ну, там у Барселоны хорошие шансы, кстати. Если их будет победа. Они один раз сыграли в ничью. Ну, а мы проиграли каталонскому клубу. Поэтому там уж надо следить за Барселоной, чтобы она проигрывала своим соперникам. Ну, а состав в наших экранах. Начинаем. Сантьяго Бернабео. Реал Мадрид против Сивили. Чемпионат Испании. Посмотрим на задание, которое нам предлагает тренер. Оценка ниже 8.5. Три удара по воротам. И не проиграть в матче. Ну, давайте попробуем действительно не проиграть в матче. Потому что надо доказывать свой уровень. Особенно тяжело его доказывать, когда ты уже в прошлом сезоне показал, что ты чемпион Испании. А в этом году нужно защитить этот статус и этот титул. Муниес. Передача на Родриго. Прострел на Вальверде и 1-0. Вот так вот. Не поучаствовал я, к сожалению, статистическими данными в этой атаке. Потому что ни гол, ни голевую я не отдал. Но по инстатусу, скорее всего, запишут, что я поучаствовал в атаке. Ключевую передачу уж точно я отдал. Родриго в стеночку с Муниесом. Но надо забивать и увеличивать преимущество. Муниес забивает гол. Долгожданный лично для меня. Потому что он не идет. Как-то у Муниеса, особенно в сентябре. Поэтому надо возвращаться на прежний уровень. Как минимум прошлогодний. Отлично. Мы отыграли прошлый сезон. Но не перешли. Не перешли мы в ПСЖ. Но наша цель была именно по клубам перейти в Реал. И мы должны здесь доказывать, то, что не зря мы до сих пор заслуживаем все шансы на победу золотого мяча. Даже то, что Мбаппе выиграл Лигу Чемпионов. Отдает передачу на Венесиуса. И какой голешник от Хавьера Муниеса. Вы просто посмотрите. Я просто действительно решил сейчас пробить. Думая, что там попаду в защитника. А в итоге я вроде попал. И мяч как-то с рикошетом вот так вот закрутился. В самую девятку. Сейчас надо посмотреть. С рикошетом или нет. Два игрока стояли вот на моем пути. Причем Кулебали. Один из них. А мне кажется нет. Вообще никакого не было рикошета. Дубль. Забивает Хавьер Муниес. Седьмой гол в пятом матче Ла Лиги в этом сезоне. И все. Финальный сесток. Разгром. От мадридского Реала. Три мяча залетели в ворота Сивили. И гол от Вальверде, который открыл сегодня счет. Его гол стал победом. И дубль Хавьера Муниеса, который довел счет до разгромного. Лучшим игроком призен Муниес. Оценка 10-0. Два забитых мяча. Родриго, кстати, отдал две голевые. Ну и все три задания от Анчелоти мы выполнили. И рейтинг матча. Удары в створ. Четыре нанесли удара и выиграли в матче. Ну что же. У нас есть, кстати, неплохие шансы. Я так понимаю, Барселона там кому-то проиграла. Если я сейчас все правильно посмотрел. Так, а где у нас Барселона? Сыграла в ничью с Реал Соседадом на выезде 2-2. И у нас есть хорошие шансы, если мы выигрываем сейчас Валенсию. Кстати, играем против моей бывшей команды. И на прошлом домашнем стадионе. То есть хорошие шансы подняться на первое место. Сейчас у нас минимальный отрыв до Эспаньола. Но при обыгрыше мы будем лидировать еще и на 2 очка. Поэтому победа нам сегодня очень нужна. Составы на наших кранах. Поехали. Эстадио Мисталя. Валенсия против Мадридского Реала. Снова играем против бывшей команды. В прошлый раз мы сыграли, кстати, на Барнабеу в ничью 2-2. Мой первый матч против Валенсии. Оценка ниже 8-5. Забить гол за пределы штрафной и не проиграть. Давайте, мне кажется, мы точно не проиграем. А еще и возьмем то, что мы выиграем. Мне кажется, вот это просто будет замечательное начало нашего большого пути в этом сезоне. Можем попасть на первое место. И Венисиус! Какой голешник! Я просто отдаю передачу и думал, что отдам на Родриго. Вот куда-то вперед туда. Не знаю, куда хотел. Лавсайт, наверное, отдать. Но в итоге Венисиус забивает вот такую пушку. Еще и после такой вот красивой голевой передачи. И в итоге 1-0. Под заново с первого тайма. Реал выходит вперед. Все. Минимальная победа Реала на выезде. Венисиус забил единственный гол. Мунис отдал голевую передачу. Ну и лучшим игроком признан Мунис. Вот 8-4 оценка. Ну и не выполнили мы два задания. Рейтинг матча надо было 8-5. И забить гол за пределы штрафной. Я вообще ни одного мяча не забил. Ну что же, после шести туров сейчас три команды, которые идут на первом месте. Это Реал, Вильяреал и Атлетик Бильбао. У нас, наверное, по разнице мячей мы находимся выше. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Леванты. Они идут на седьмом месте. Играли мы уже против Сивили, которая шла на седьмом месте. В итоге разгромили их 3-0. Состав Леванты на ваших кранах. Начинаем. Ну что же, последний матч в сегодняшнем выпуске. Реал против Леванты. И задание. Оценка ниже 9-0. Сделать 5 передач на половине поля соперника. И достигнуть команды В1. Давайте 10 сделаем передач. И за это получим дополнительные там XP. Которые, кстати, сейчас вообще ничего для меня не решают. За то, что у меня максимальный уровень в карьере за игрока. Мунис. Мунис уже в штрафной. И забивать, естественно, надо. 1-0. Накрутил всех защитников Леванты в штрафной. И в итоге мощно приложился. И забил. Мунис здесь отлично отрывается. Ну и просто шикарный гол. Развернул. Пробил. 2-0. Дубль. Хавьера Муниса. И удар от Маупея. 79-я минута. И Леванте выходит вперед. По своим голам. Открыли лично для себя они. Но в итоге 2-1-то. Я уже со счета тут сбился. 2-1 все так же ведет. Реал. Ну вот. Своим голам счет открыл Маупей. Забил, кстати, он первый гол. Дебютный в этом сезоне. И все. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа. Мадридского реала. Дубль. На счету у Хавьера Муниса. Ну и у Муниса оценка 10-0. Ну и по заданиям. Мы сделали только рейтинг матча. Даже не сделали то, что от нас требовало Анчелоти. Всего лишь 3 передачи на половине поля соперника. Ну и владения здесь 6% не хватило. Ну что же, на этом все. Дальше у нас уже начинается Лига Чемпионов. Продолжается. В октябре. Игра против Галатасарая. Но это уже будет в следующем выпуске. Итоги. Вот за сегодняшний выпуск. 8 матчей мы отыграли в этом сезоне. Ну, получается, за Реал товарищеские не играли. 9 голов и 2 голевые передачи. То есть, в среднем чуть больше даже одного результативного действия за игру. Вот как-то так. В ПСЖ мы не перешли. На кандидатов игрока месяца в сентябре мы попали. Также еще Воланда, я вижу, из Атлетика Бильбао. Гомес из Вилериала. И Дура из Хитафи. Вот. Поэтому как-то так. Будем надеяться, что в этом месяце мы получим звание игрока месяца. Но не факт. Потому что начало как-то скомканно. У нас все прошло. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok